Это программа Год Здоровья, совместный проект РЖД ТВ и Центральной Дирекции Здравоохранения Компании. Здесь, в этой студии, со специалистами РЖД Медицины, мы говорим о здоровье железнодорожников и не только. Вообще в целом о здоровье россиян и здоровом образе жизни. Приветствую в нашей студии Марию. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что приняли наше приглашение. Вы пришли к нам в студию. Вы врач-психотерапевт. И уже обозначение этого звания, этой должности говорит о том, что мы будем говорить о чем-то, что связано с нашим психологическим, психическим здоровым состоянием. Я напомню зрителям, что традиционно вторая, третья неделя октября уже много лет в компании РЖД Медицина проводит такую акцию. Называет это «Недели психологического благополучия». Вот о психологическом благополучии мы сейчас с вами поговорим. Ну, считается, что вот осень, межсезонье, начинаются холода, и у людей что-то происходит с психикой. Их мотает, какие-то обострения. Ну, на самом деле, так и зимой у многих происходит. И связаны ли вот эти состояния с природными явлениями или еще с чем-то. Вот давайте об этом поговорим. И какие это состояния, и что делать нам с этим, как нам с этим быть. А статистика показывает, вот все растет число каких-то там психических расстройств и так далее. Да, совершенно верно. Весна-осень у нас является сезонами обострения. Не так весна, менее выражены симптомы в весенний период, нежели в осенний. Так заложено эволюционно, так заложено природой. Это придумали не мы с вами, не наш ритм жизни. Он на этом никак не сказывается. Это действительно весной обострения случаются с переходом зимы, вот в этот период слякоти, да, и возрождение природы. Но весной почему проходит легче? Потому что впереди перспективно лето, сезон отпусков, зеленые листики, световой день увеличивается. Есть надежда, да. И поэтому он как-то более смазанно проходит в плане расстройств. А вот осенью более выражено, потому что природа к зиме засыпает. Соответственно, замедляются наши процессы в организме, все буквально. Гормональный фон меняется, и мы не можем на это не реагировать. Листья опадают, начинаются дожди, холодает, световой день сокращается, мы просыпаемся, темно. Природа побуждает дальше спать, запасать питательные вещества. Мы дети солнца. Да, мы дети солнца. Ну вот природа заложила, что скоро будет холодно, береги силы, впадай в анабиоз, да, спи, в спячку. Мы идем против системы, против природы, потому что мы люди разумные существа, и у нас есть какие-то свои потребности, да. Соответственно, против природы всегда идти сложнее. Мы, проживающие в средней полосе, да, нам дан теплый сезон для вскармливания. А зима – это период сна. Ну, грубо говоря, как медведи. Ну да. Вот. Поэтому сейчас у нас начинается период спячки, а мы идем вопреки. А значит ли это, что надо, значит, больше времени проводить под одеялом? Желательно, но мы не можем себе это обеспечить, да, соответственно, мы должны себе смягчить этот период. Теплые напитки, теплая одежда, какие-то приятные мягкие вещи, радовать себя. Душ не просто механически смыли, грязь помылись, да, это суютиться, согреться, поймать себя на мысли, мне хорошо, мне приятно, мне нравится. Мы так привыкли заострять внимание на каких-то провоцирующих факторах, на каких-то стрессовых факторах, да, на тревоге. Наш мозг способен запоминать реакцию на раздражитель. И при триггере, при возникновении этого раздражителя мы снова будем выдавать эту реакцию. Фиксируйтесь и запоминайте то, что приятно, то, что нравится. И как-то окружить себя какими-то не суперяркими цветами, да, красками, но в общем-то таким приятным, да? Более глубокими цветами, более мягкими текстурами, какими-то теплыми, шерстяными. То, что будет создавать чувство уюта какого-то, то, что будет оберегать, защищать и давать тепло. Вот вы занимаетесь пациентами, да, и вот чаще всего вот в эти периоды, да, вот когда нас вот так вот кидает из стороны в сторону, с какими вот вопросами, проблемами к вам обращаются люди? У них начинается не просто хандра, а что, депрессия или вот эти состояния. Это такие расстройства, когда человек психует из-за глупости. Наряду с патологией, да, которая обостряется в эти моменты, какие-то эндогенные заболевания наши психиатрические, психиатр же ведь это не только вот сумасшедшие, да? Это не только галлюциноз, это не только бредовая симптоматика. Это очень обширная симптоматика, начиная с пограничной. Это тревожные депрессивные расстройства. Остально-невротический синдром тот же самый, мы тоже должны лечить, потому что он ни во что хорошее не выльется. В сезон весна-осень, ну особенно в осень, начинается обострение хронических заболеваний. Человек не может на них не реагировать, он не может этому радоваться, что у него ломят суставы, да. Как всегда говорят, у нас травма любая, она реагирует на погоду. И, конечно, это сказывается на общем состоянии человека, на его настроение. Обращаются зачастую к психоэмоциональным истощениям. Это снижение настроения, нарушение сна очень часто, тревожность. То есть человек становится менее восприимчивый к стрессам, снижается стрессоустойчивость. Человек начинает реагировать на те вещи, которые раньше бы он не заметил. И очень много начинает крутить в голове. Вот это вот именно тревога, это когда человек прокручивает. А как я ответил? А как должен был ответить? А почему он мне так сказал? Если вас долгое время не отпускает ситуация, задумайтесь, свойственно ли вам так реагировать на нее. Если нет, обратитесь за помощью. Как психиатр я последняя инстанция. Но по пути ко мне есть еще много тех специалистов, которые способны вам помочь. У нас в РЖД очень организован этот процесс. У нас есть две психофизиологические лаборатории, где можно отследить свое состояние. Оно еще в норме или уже начались изменения? С помощью каких-то тестов? Это большие тестирования, это большие программы, которые не только ежегодные, но и динамические осмотры, особенно работников, которые связаны с безопасностью движения. В котором напряжение находится, ответственность большая. Естественно. То есть и степень истощения у них повышена. Произвести диагностику. У нас есть большая горячая линия психологической помощи и поддержки. Высоко квалифицированные сотрудники работают на этой линии, которые способны дифференцировать пограничное состояние от расстройства и направить к какому специалисту вам обратиться, если вы просто не понимаете, что с вами происходит, когда увеличивается раздражительность, спыльчивость. То есть вы понимаете, что почему я стал так резко отвечать или почему я стал кричать, повышать голос? Мне это не свойственно. И что окружающие как-то стали тебе уже и замечания делать или как-то реагировать на это? Если вы понимаете, что это состояние вредит и вам, и окружающим, порой о себе вы задумаетесь в последний момент. Посмотрите на своих близких, в первую очередь на семью, на своих коллег, которые начинают вас немножко пугаться. Вы видите, что человек заметил, что вам несвойственную реакцию. Обратитесь и купируйте на начальной стадии. Профилактика всегда лучше, чем лечение. Всегда проще, легче и быстрее. То есть если это на самотек пустить, это уже вылится в хроническое заболевание, которое приведет уже к невротивым последствиям. Наша центральная нервная система, она запускает абсолютно все механизмы в организме человека, да? Соответственно, это уже вылится в соматику. Это вред своему организму. Наша психика имеет свойство стаптываться как обувь в течение жизни. И вы должны понимать, даже если вы себя объявили сверхчеловеком, ваш организм не в курсе. Он не может делать больше, чем в нем заложено. Надо обращать на это внимание. И нужно постоянно, как эту подошву, латать свою нервную систему, помогать ей. Это нужна витаминотерапия, это нужна профилактика. Для нас, как для специалистов, именно моего профиля важны 5 отраслей жизни пациента. Это его карьера, работа, это его семья, это общение, круг общения, куда входят друзья, коллеги, приятели, родственники. Это все общение, это не семья. Семья – это те, с кем он проживает постоянно и находится в межличностных отношениях. Плюс – это спорт, правильный, регулярный, систематический спорт. И последнее, пятое – это увлечение, хобби. Мы очень часто забываем про какие-то из отраслей, из этих пяти. Мы их вычеркиваем из своей жизни. А мы не можем без них, без всех жить полноценно. Объясню почему. Дело в том, что когда мы не занимаемся увлечениями и говорим «моя работа – мое хобби», нет, это не так. Работа – это работа. В семье у вас должны быть отношения гармоничные, стабильные. И это, опять же-таки, работа большая. Вы должны над этим работать, вы вкладываете в это силы. В этих двух отраслях вы будете всегда истощаться. Всегда надо быть в тонусе, много энергии тратить на это, да. Для этого у вас есть еще три отрасли, откуда вы будете подпитываться. Да, у вас, например, проблемы в семье. А на работе у вас рост карьерный, вы на высоте, вы получаете от этого удовольствие. Вы будете отсюда компенсировать. У нас компенсаторные функции очень развиты. Но семья и работа – это всегда вот такой вот плавающий момент. Не всегда будет либо истощение, либо подпитка, да. Есть спорт, где мы получаем правильную разрядку и разгрузку эмоциональную. Грубо говоря, ваш стресс, ваша тревога должна выходить с потом. Это должно происходить регулярно. Но при этом человек получает и плюс от этого, энергию. С помощью которой он может, опять же, вот в этих двух постоянно быть в тонусе и отдавать. Конечно. Общение. Необходимо. Тщательная гигиена общения. Она должна быть постоянно у человека в течение жизни. Меньше негатива, больше взаимодоверительных отношений, можно выговориться. Нужно вокруг себя оставлять только тех людей, которые вас заряжают эмоционально, от которых вы тоже получаете, давая получаете. Те, которые вам комфортны, с которым не надо подстраиваться или быть другим. Не надо поддерживать мнение, если вы его не поддерживаете, вы входите в конфликт. Есть люди, которые делают, грубо говоря, из вас помойку, сливая в вас негативные свои эмоции. Когда они приходят, рассказывают о своих проблемах, о своих бедах постоянно. Соответственно, либо выставляют четкие границы в общении, ваши личные границы. Давай поговорим о погоде, о природе. Давай сходим покатаемся на велосипеде, сходим в кино вместе. Если человек не принимает эти правила, для него вы только урна. Соответственно, таких людей нужно отсеивать. Оставлять вокруг себя только комфортных. Ну и, соответственно, увлечение, хобби. Про них мы вспоминаем в последнюю очередь. А это очень мощный заряд энергии, который нам дается. Это очень помогает наладить взаимосвязь и провести профилактику состояния. И прийти к тому самому психологическому благополучию, с которым мы с вами начали. Спасибо вам большое за эти советы, за этот позитив, за конструктивный, хороший, полезный разговор. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон.